Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала! Значит, продолжаем опыты на той же схеме вот, через шим постоянного тока, но прибавилось в схеме релеамрон. А схема та же, ребята, вот они, три лампочки, и керамика, но с релеамрон, поэтому расход нулевой. Однако, нагрев несколько упал. Сейчас посмотрим. Нагрев, видите, упал в три раза почти, 105. Но зато, зато, ребята, работает, не сматывая тока эта схема. Вот она. То есть, прибавилось к шиму, вот к этому шиму прибавилось релеамрон. Сейчас покажу. Релеамрон установлено по схеме 1 к 5. Одна секунда запитка идёт, 5 секунд откат тока. Поэтому, расхода тока нет. Счётчик у нас точный, индукционный, абсолютно правильный и точный. Показывает, видите, чуть взял и откат. То есть, показывает, взял и откатил. В итоге, расход нулевой. Но нагрев в этот раз 75. Ой, 75, 105. Нагрев 105, расход нулевой. Хотя, может ещё прогреться. Только включил. Там, кстати, на той схеме тоже прогрелось даже свыше, свыше трёхсот. И на этой может прогреться. Итак, сейчас новую схему зарисуем. Рептилайли, ребята, продолжают атаковать. Не сдаются. Пусть атакуют. Значит, та же схема. Три лампочки. Вот они, раз, два, три. На разных уровнях бака. Трубы бака. Соединённые методом умножения. Вот так. И выход. Шим. Шим размотан на полную. 210 вольт. Так. И... 4 киловатта. И идёт тут ещё у нас реле Амрон. На схеме. Можно усилить, но я не стал будет это щёлкать часто. Можно поставить десятая. Но пока на этом. Значит, ноль. Вернее, не ноль. Здесь не на ноль. Одна секунда. Пуск. Так. И пять секунд. Отток тока назад. Что при такой схеме получается? Потребление нулевое. Вот смотрите. 70. Как вы видели, 75 ватт. 75 ватт. Но в одну секунду. Разделим на 3600. Получается... Видите, какое число. Но работает у нас пять раз меньше. То есть, один к пяти. То есть, 12 минут. 12 минут. Это на секунды будет помножено с десяток. 720 секунд. Умножаем на 720. 15. Видите? Расход бы был 15 ватт. А в итоге расход ноль. Почему? Потому что ток откатывается назад. Большая сила реактивного обратного тока, которое производят лампы на керамика, которая имеет большую тепловую инерцию. То есть, расход ноль. А нагрев 105. Сейчас еще раз замеряем, изменился или нет. Нет, 105 и 5 опять, видите. 105 и 5. То есть, нагрев 105. Что хватит для небольшого объема. Но учитывайте 105, но тут учитывайте, что объем нагреваемого поля в три раза больше. Вот это учитывайте. Поэтому получается неплохой обогрев на нулевой, на нулевом токе. Благодарю за внимание и понимание. Всем удачи и стального здоровья.